Друзья, всем привет! Это Андрей, Australian Standard Education, и в этом видео я вновь, значит, на сессии с нашей Валерией, нашим иммиграционным адвайзером в Новой Зеландии. Валерия, приветствую! Всем привет! Спасибо, что нашла вновь время. Как ты помнишь, в нашем предыдущем видео мы разговаривали о пост-стадии в ВИЗе в Новой Зеландии и о том, какие квалификации Level 8 и 9 приводят, и как она работает для студентов-выпускников по программам Level 8 и 9. И в этом видео мы договорились с тобой обсудить о других программах, которые не ведут дегри, пусть это даже будет Level 7 и ниже, которые также приводят к пост-стадии в ВИЗе. Итак, что же это за программы? Давай расскажем нашим ребятам. Программы, входящие в так называемый green list. Это те специальности, которые нужны Новой Зеландии, и поэтому выпускники этих программ, которые мы сейчас вам покажем на экране, мы вам подготовили выдержку из иммиграционного законодательства, чтобы сделать наш разговор сегодня предметным. Есть определенные специальности из этого листа, которые, вот он сейчас загружается, которые не являются степенью, то есть это не бакалавр 3 года, это не магистр 9 уровень, это не пост-градуэт диплома 8 уровень, это так называемые graduate диплома, в данном случае у нас на экране, и относящиеся к строительству, к гражданскому строительству, к строительству дорог, к геодезии, и не зря эти специальности идут в первых эшелонах, да, потому что крайне-крайне нужны строители в Новой Зеландии различных направлений, то есть иммиграционная служба Новой Зеландии выпустила это законодательство, говорящие, что если у вас уже есть какое-то образование, вы можете приехать на 7 уровень, это, как правило, 120 кредитов, это один академический год, закончить эту специальность и получить визу выпускника, которая длительность будет соответствовать столько же времени, сколько вы проучились. Для справки можно сказать, что эти программы в основном идут в политехниках, вот есть национальная сеть политехников Тепукенга, это прототип, так скажем, австралийской сети ТЭЙФ, значит, где даются все эти программы левела 6, 7, куда приезжают наши ребята для того, чтобы шлифануть свои знания, так скажем, под местные стандарты, вот, и мы успешно работаем со всеми этими политехниками и private established различными институтами, которые предоставляют эти программы. И вот это же не только строительство, Валерия, правильно? Вот, допустим, то, что мы выделили, это и как бы teaching, и другие программы. Да, преподавание, преподаватели школьного уровня, преподаватели дошкольного уровня, шестой уровень образования, это два года, как правило, академических, тоже связаны со строительством, но уже не какой-то менеджерский уровень, а более уровень такой технишин, то есть это предменеджерский уровень, да, то есть там есть определенный список, зная который, вы можете планировать свои топические, стратегические дальнейшие шаги вперед на вид на жительство Новой Зеландии. Поэтому выбор программы, и тут очень все тесно переплетено, академический вопрос и миграционный вопрос, то есть если вы уже решили ехать, учиться за рубеж в Новую Зеландию, нужно иметь представление об этих двух основных аспектах, потому что они очень тесно связаны, и на этом строится иммиграционное законодательство Новой Зеландии. То есть вновь, вот небольшое уточнение сделаю, если, допустим, студент приехал, поучился на программе седьмого уровня, там в Construction, и, предположим, сделал еще одну программу, там, ну, пусть это будет, не знаю, тоже входящая в гринлист, допустим, программа опять же седьмого уровня. Какой длительности, если общее обучение было два года, какой длительности будет по стадии ворквиза? Спрашиваю, сам знаю, но для наших ребят они не знают. Программа должна быть закончена, то есть программа, для этого и важно выбрать не просто программу, но и то учебное заведение, у которое есть право от Министерства образования эту программу преподавать. И иммиграционная служба Новой Зеландии будет в дальнейшем смотреть на квалификацию, которую вы получили, на ВУЗ, от которого вы эту квалификацию получили, и тогда будет решать, есть у вас право получить рабочую визу выпускника или нет. Сколько раз можно получить рабочую визу выпускника? Только единожды. Один раз? То есть, поучившись потом по стадии ворквиза, потом еще раз поучившись и получив еще одну по стадии ворквизу? Второй раз, к сожалению, не будет выдаваться. Да, система так не работает. Работала раньше, теперь не работает. То есть, поэтому, чтобы иметь такую замечательную возможность иметь визу выпускника, нужно очень аккуратно и правильно выбрать не только программу, не только уровень программы, но и учебное заведение. Вопрос. Отучившись, приехал студент, по ошибке учится, значит, хотел длительную визу выпускника, по ошибке учится левел 7, градю диплома, там, инконстракшн, но после этого не подается на постстадии ворквизу, а все-таки берет полноценный бакалавриат или там дальше берет левел 8. В данном случае можно. То есть, если на выходе после окончания второй квалификации на руках будет степень бакалавра 3 года, уровень 7, то тогда, согласно текущему законодательству, выпускник имеет право получить трехгодичную рабочую визу. Но этой возможностью можно воспользоваться только один раз. Пожалуйста, немножко вкратце. Я предлагаю в следующий раз побольше обсудить в отношении самого грин-листа. Но можешь немножечко вкратце сказать, что это и из чего он состоит? То есть, для чего, я к чему веду, для чего нашим ребятам ехать делать левел 7 годовой, если он как бы, ну, сначала выглядит ущербным, да, потому что, ну, всего лишь годовая виза. То есть, она вроде как недорогая, это очень так бюджетно, сама программа там всего годик. Ну и что они получат в итоге? Как этот грин-лист, чем он привлекателен? Иммиграционная служба Новой Зеландии уже все продумано. То есть, не зря вот эти визы выпускника находятся в списке грин-листа. Это значит, что отучившись даже год и имея какие-то ограничения потом по работе в этой же индустрии, но имея на руках контракт на работу по этой специальности и имея эту специальность как квалификацию профессиональную, собрав эти два элемента, у прошлого выпускника, в нынешнем профессионала, работающего в стране на легальных основаниях, есть возможность податься либо на work-to-residence, это виза, которая ведет к резидентству, к виду на жительство, либо так называемый straight-to-residence, сразу ведущая к резидентству. То есть, это такие различные стримы, да, у этого грин-листа, правильно? Более долгий путь, это для тех, кому нужно набрать опыт работы, либо более короткий путь, у кого уже есть либо опыт работы, либо определенный уровень образования. Ну что ж, осталось только приехать, зачислиться точнее на одну из таких программ, закончить ее, потому что, в принципе, это хороший, на мой взгляд, такой забрал, взять, попробовать с level 7 зайти в грин-лист, и если что-то, предположим, не получается, и ты обнаружил это, то ты всегда можешь добрать образование, возможно, но это немножечко будет удорожать проект. Мы со своей стороны, естественно, можем все эти риски и возможности описать. Как я говорила в прошлый раз, мы даем индивидуальный assessment report под каждый конкретный случай. То есть мы анализируем опыт работы аппликанта, мы анализируем образование где-то в родной стране, и мы анализируем перспективы. Если вы приезжаете, изучаете это, какие у вас есть возможности. Если вы приезжаете, изучаете это, там-то, там-то есть такие возможности и такие. То есть это многоплановый отчет, многостраничный, всегда очень индивидуальный под каждый случай. Ребята, все наши контакты находятся под видео. Если вы действительно стоите на пути получения дальнейшего, может быть, резидентства в Новой Зеландии или же просто обучения с получением опыта в стране с высокими стандартами, то обращайтесь. Мы сделаем профессионально. Будет проведено исследование, которое дано вам будет как определенный алгоритм действий к достижению ваших целей, и мы всегда будем рады помочь. Ну что ж, я предлагаю на следующем видео обсудить сам грин-лист, примерно его структуру, как он работает. Насколько я понимаю, там тоже очень много тонкостей. Но, тем не менее, это хорошее на сегодняшний день, такой пасвей на резидентство, на мой взгляд. Обязательно обсудим. Отлично. Валерия, спасибо огромное за время. Не буду отвлекать. Хорошего дня. Давай попрощаемся со всеми. Пока-пока. До встречи на следующей неделе. До связи. До встречи.